Всем приветики! С вами канал Artmania и я. Захотелось бы с вами поболтать. Немножечко давно с вами не болтали. У нас сегодня будет такая тема, когда мы с вами пытаемся что-то отдать. Вещи. Да, вещи, ненужные вещи отдать. Как вы знаете уже, что я отдаю вещи ненужные, потому что продавать это очень долго. Это ужасно долго продавать. Поэтому я пытаюсь их раздать. Но раздать не бесплатно, а хотя бы за шоколадочку. За какую-нибудь шоколадочку. Не вот там прям, ах, если стоила вещь 10 тысяч, то я там на 10 тысяч чем-то, ух, как наберу. Нет, конечно. Я не такой человек. А просто за что? Потому что когда забирают вещь какую-нибудь, у меня забирают недавно хлебопечку за 10 тысяч, кстати, как раз она стоила, я думала, что, ну, хоть шоколадку принесут. Нет, ничего не принес. Мужчина пришел, забрал, улыбнулся только и ушел. Вот так. У меня муж, кстати, когда идет, что-то забирает бесплатно. Он говорит, я так не могу, надо шоколадку принести обязательно. Там какой-нибудь твикс, там они сколько стоят? Они рублей 50 стоят, что-то. Ну, что это? Это мелочь. Это я уже миллион раз вам, кстати, говорила. Обязательно, когда что-то забираете, даже какую-то там покупку за 10 тысяч, там или сколько она стоит, обязательно приносите шоколадку. Там шоколадки по акции есть. 50 рублей. За 30 рублей можно найти. За 10. Там жвачку. Ну, лучше не жвачку, лучше шоколадку, мне кажется. Жвачку не все жуют, наверное. Ну, обязательно что-нибудь такое. Вот, я все это время, недели, наверное, 2, так пытаюсь отдать новую партию вещей. Вот, потом, как я вещи отдавала, все эти вещи, я вам покажу в конечном результате, когда я их уже раздам. Их, наконец-то, становится меньше, потому что первые партии 2, что ли, или 3, или 1, я уже сейчас не помню, было прям очень-очень много. Сейчас их становится уже меньше, меньше, я уже начинаю где-то там находить. Так вот, я пыталась их отдать за вкусняшку везде, по всем группам, ВКонтакте. Я их рассовывала в течение 2 недель. Никто не писал. Сегодня я уже решила выставить в группу, где отдают бесплатно вещи, даром. То есть, ну, обычно, если я отдаю вещь даром, я пишу «отдам даром». То есть, я отдаю даром. Вот. А в этот раз я написала просто «отдам». И все. Ну, конечно, у меня там получается хорошая довольно коляска. Две даже коляски. Одна прогулочная, одна чуть-чуть побольше коляска. Плюс очень хорошая сумка. То есть, она вообще новая сумка. Я с ней один раз на дачу только ездила. Ну, и рюкзак в таком среднем состоянии. И там всякие вещи, короче, по мелочи. А, и книги еще. Вот. Ну, книги сейчас вообще никого не интересуют сейчас в наше время. Поэтому не знаю, заберут их или нет. Ну, хотя бы за шоколадку. Я надеюсь, что там заберут их. Вот. И только я объявление-то подала. То есть, обычно, если подаешь... Сейчас вот у нас вечер. Уже сколько? 11 час вечера. У меня малыш спит. То есть, обычно, если подаешь вечером объявление, то его публиковывают с утра. Я подала вечером. Положила телефон. Пошла ребенка кормить. Это было у нас часов 8, наверное. И у меня телефон. Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Я думаю, блин, ну кто мне там написывает, а? Что ж такое? Кто там может так много писать? Вот. Ну, потом ребенка уложила, спать все, села. А там сообщений штук 30, наверное. И большинство вопросов у всех. Здравствуйте. Вы коляску отдали? Я всем отвечаю. Здравствуйте. Нет. Здравствуйте. Нет. Здравствуйте. Нет. И у меня вообще уже такое... Я думаю, сейчас уже все, крыша поедет. Думаю, что ж такое? Ну, почему люди так пишут? Писал бы сразу. Здравствуйте, вы коляску... Там можно... Пожалуйста. Там как обычно пишут. Здравствуйте. Пожалуйста. Можно мне забрать коляску? Я подъеду прямо сейчас. Или там приеду завтра в 8 утра. Пожалуйста. Там можно... Там мы нуждаемся. Там еще как обычно бывает. Мы нуждаемся. Там мать-одиночка воспитывает. Однажды было, кстати, писала мне женщина. Я воспитываю троих детей. У меня вот трое детей. Там что-то это... Потом мы с ней переписываемся. Ой, говорит, да у меня пятеро детей. Батюшка. Думаю, уже пятеро? Только что было трое, уже пятеро. Думаю, обалдец. Или там пишут, да у меня пятеро детей. А сначала пишут, что у меня трое, там две девочки и один мальчик. Потом пишут. Да у меня там... Ну, уже меняется наоборот. Там три пацана. Там что-нибудь... Четыре пацана и одна девчонка. Я так думаю, странно. Она же писала вроде две девочки. Уже одна. Она же как завралась-то. Думаю, обалдеть. Зашла к ней страничка. Действительно, дети есть. Там, ну... Там... Не знаю, четверо, наверное, что ли, я там нашла. Как-то вот странно. Бывает вот такое. А здесь все пишут. Одна пишет. Здравствуйте, а можно ваш дар... Что-то там... А, можно ваш дар забрать? Я пишу, да. Она пишет. Я не поняла. Забрать или... Нет, подождите. Отдать или забрать? Я, знаете, такая сижу, думаю. Отдать или забрать? И, знаете, на какую-то секунду подумала. А на каком языке я разговариваю? А у меня точно русский язык? Может, я на иностранном сказала что-то? Нет, думаю, нормально было. Вроде мы переписывались. Отдать или забрать? И мне, знаете, показалось на какую-то секунду, что это два одинаковых слова. Абсолютно одинаковых. Как, знаете, бывает иногда в магазине там стоят, допустим, два одинаковых там бутылки молока. Рядышком стоят, допустим. Или, допустим, тут одна бутылка молока, потом там какая-нибудь другая. И тут та же самая бутылка молока. И у них одинаковая цена. Или, подождите... А, нет, а цена разная. Вот, цена разная. Получается, что вот эта вот бутылка молока стоит 50 рублей, а вот эта точно такая же бутылка молока стоит 55 рублей. Вроде бы две одинаковые бутылки, но цена разная. Вот с этими словами. Я пишу, отдать и забрать, это разные вещи. Ну, ой, извините, пожалуйста, просто я вас неправильно поняла. Я про вообще в таком шоке была. Как, знаете, как-то вот всем одно и то же писала, а тут у меня хоп, так и мозг как будто так потрясся немножко. И как будто бы я уже что-то поняла. То есть, ну, блин, что-то такое. Все-таки там с одной девушкой мы переписывались. Они должны завтра забрать зеленую коляску мою за две курицы. Вот, должна была сегодня прийти женщина забрать за две курицы, но мы с сыном лишились ужина куриного. Вот, она не написала мне. Ну, не надо, видимо, стало. Завтра до 12 должны забрать, я надеюсь, что заберут. Потому что я многим ответила, что на нее на коляску бронь. Я очень сильно надеялась, что там не только коляска кому-нибудь понадобится, а еще и сумки, залази. Я думаю, ну, надо что-то людям ответить. Вот, ну, заодно проверим мы людей, помнят ли они обо мне вообще. Там и после 12 сколько человек напишут. Ну, действительно, им это надо или не надо. Вот, одна девушка писала, типа, а, рюкзак ей понравился. Отложите, пожалуйста, мне рюкзак. Я приеду или 11-го, или 8-го. Типа, там, точно не знаю, но отложите мне. Я пишу, а где гарантия, что вы приедете-то? Думаю, я сейчас вот так ложу этот рюкзак, там, мне 5 дней ждать. Она приедет или не приедет? Она передумает потом. Мне вот это вот объявление заново подавали. А сейчас на этот рюкзак, допустим, готовы, там, 3 человека забрать. Я пишу, она пишет, ну, вы же все равно бесплатно отдаете, ведь правда же? Я пишу, да нет, за вкусняшку. Она пишет, а вы что мне хамите? А я такая думаю, а с каких-то пор вкусняшки это стало хамло. Короче, какая-то такая непонятная речь. Она меня отправила в черный список сразу. Я думаю, хорошо, что я ей ответила. А то бы прождала бы вот так целую неделю, а потом бы она меня, хоп, и в черный список отправила. И подавала мне эти объявления заново. Думаю, а так вот человек придется берет. Ну, конечно, я рюкзак не за курицу, наверное, отдам, я не знаю. Если мне завтра принесут две курицы, тогда я буду думать, что мне еще нужно из продукта вот такое. Вот. Я сейчас, знаете, пока там сделала чай, пила на кухне и подумала, а можешь мне заказать букет цветов? Нет, кстати, цветы дорогие. Вспомнилась 750 рублей я виделась не сегодня, а позавчера в магазине. 500 или 750. Это было бы прикольнее. Какую-нибудь коляску, кстати. О, коляску надо было за букет цветов. Я поставила его и наслаждалась. Да? Вот, короче, вот так вот и пишут, и пишут, и пишут. Другая девушка написала, типа, давайте я завтра вечером приду, заберу. Я написала, что коляска на броне. А зачем мне тогда пишется, что можно забрать там та-та-та? Я, слушайте, говорю, девушка, мне написало 50 человек. Я написала сначала, думаю, подумала, ладно. Они написали, думаю, сейчас я с одной девушкой попереписываюсь. Ну, как я всегда так делала. С одним человеком начну переписываться и жду ответа. Но он обычно отвечает быстро. Там у всех смартфоны. Оно быстро приходит, там пищит, вибрирует, да? То есть его сразу видно. Все в телефонах в основном сидят. Написала, ну, обе коляски я хотела забрать. Я написала, что отдам обе коляски за три курицы. Ну, нормально же, три курицы, да? Две коляски, три курицы. Тишина. Я жду, жду, 10 минут жду, тишина. Так она до сих пор, уже прошло часа три, она до сих пор не зашла. Говорю, девушка, я говорю, вот должна вот так вот ждать, с одним человеком переписываться. То есть ждать я должна до утра, пока она напишет. А с утра эта девушка решила, допустим, не заходить, не отвечать. Она решила мне ответить, например, вечером. То есть я должна ждать до вечера, пока она мне ответит. А там набирается, у меня сотня так наберется сообщений. То есть вообще кошмар. Она писала, ясно. Такие глаза, там такая молоденькая девушка. Ну, я думаю, да, да, да. Ясно, все ясно всем. Вот. И также, кстати, я параллельно там какие-то вещи ищу. Если какие-то вещи я отдаю, ну да, как бы представляете, вот коляска, да, она стоила 10 тысяч. Если так подумать, она бушная, да, за 5 тысяч. Но не наберу же я покупок, да, то есть на 5 тысяч. Не закажу же я что-то там, вернее, на 5 тысяч. В одном месте у меня было как-то по жизни такая ситуация. Я там какую-то вещь, короче, нашла. А так получилось, что я не знала, как она называется. И в магазине я никак не могла ее найти. Вот. И объяснить, то есть покупателю там куда-то приходя, я тоже не могла. Потому что это такая непонятная вещь была. И я ее нашла случайно где-то на барахолке. Девушка отдавала ее за вкусняшку. Я подумала, о, думаю, я сейчас быстренько съездю, отдам шоколадку. Ну, наверное, за шоколадку, скорее всего. И заберу эту вещь. Она мне нужна. Она новенькая, смотрю, такая в хорошем состоянии. Ну, не новенькая, такая, ну, в нормальном состоянии. И все. Пишу, типа, за какую вкусняшку хотите отдать, ну, типа, отдадите эту вещь. Девушка пишет, отдам за 5 килограмм порошка. Представляете, 5 килограмм порошка. А для меня 5 килограмм это очень тяжелое. А вот, ну, там, не знаю, ну, килограмм я могу поднять 2, 3. Но 5 килограмм, вот бутылку 5-литровую отнесешь, реально тяжело. Я такая думаю, блин, я говорю, напишите адрес, где вы живете, ну, примерный. Думаю, посмотрю, рядом магазин. Ну, она написала, там, такой-то, такой-то порошок. Вот. Написала. Выясняется, что это дом без лифта. К примеру, это 5 этаж, да? То есть, это еще нужно поднять на 5 этаж. Потом, значит, выясняется, что, оказывается, там ближайший магазин. Самый ближайший магазин находится от этого дома, там, где-то в километре. Ну, блин, это я приеду. Я думала, ну, рядом, как у нас здесь, вот там, у меня, вот, буквально, там, вышел вон, там, магазин, и все. Там магазин, там магазин, полно везде. Я думала, сейчас куплю, и так же вот, хоп, и принесла. Это, представляете, я куплю, потом эти 5 килограмм тащить целый километр. Потом еще поднимайся, там, на 5 этаж пешком их поднимай. Блин, я так подумала, а мне нужна эта вещь? Наверное, нет. Я думала, вот этот вот самый шокирующий у меня момент будет в жизни. 5 килограмм оказалось недавно относительно еще более шокирующий. Не знаю, этот момент, она никогда в жизни... Тот я уже забуду скоро. А вот этот я никогда в жизни не забуду. Девушка, значит, тоже там нашла какую-то вещь, но у нее вещь такая более потрепанная уже, она там где-то... Цена стоит в районе, наверное, могло бы стоить в районе 500-800 рублей, к примеру, если бы это было в рублях, да? Написано, отдам за вкусняшку. Ну, я думала, шоколадка, как всегда. Ну, думаю, может, не шоколадка, конечно, может быть, там в районе 400 рублей какая-нибудь, там коробка конфет или там что-то такое, может, курочка. Пишу, за какую вкусняшку отдадите? Напишет, отдам за 25 килограмм порошка. Представляете, 25. Вот эта цифра, килограмм порошка. Блин, я в таком была шоке. Если там было у предыдущей девушки 5 килограмм, это еще ладно. Но 25? Это же вообще-то очень тяжело. Я 25 килограмм не смогу поднять. Я просто даже протащить не смогу. Там окажется у нее потом какая-нибудь там пятиэтажка, там поднять еще на пятый этаж пешком. Ну, просто даже от магазина протащить. Я не протащу 25 килограмм. Представляете, 25. Я не знаю, это шок для меня был. Я вообще сижу такая про себя, думаю, а что же сразу не 50 килограмм? Или 30 килограмм? Ну, чего она так мелочится? 25 всего. Ну, 25 килограмм не каждая девушка вообще в принципе поднимет. При том, что у меня там имя написано женское, она знает, что это девушка. Ну, как девушка донесет 25 килограмм. Не знаю, подняли бы вы 25 килограмм? Взять и протащить километр. Подняться еще на пятый этаж, к примеру. Не знаю, там девушка у нее в магазин. Конечно, выбирают они, кстати, порошки. Вот я пользуюсь порошком персил. Мне прямо очень нравится, но он дороговатый. Вот. Они пользуются арели, вот я что-то помню. Там еще какой-то, он может быть подешевле. Если найти светофоры, это может быть будет еще дешевле. Ну, а светофоры это тащить же надо до остановки, от остановки потом. Не знаю, может она думает, что у всех машины есть? Ну, опять же, хорошо, купил, донес до машины, приехал. С машины взял, да? Понес это на пятый этаж пешком или там, я не знаю, до подъезда. Это девушки молодой, да? 25 килограмм надо дотащить. Не знаю, у меня просто был шок. Я даже ничего не ответила ей. Буквально через час она мне пишет. Ну, типа, если вам тяжело, вы можете отдать мне 2500 рублей. Деньгами. Я такая, думаю, нифига себе, 2500, но это дорого. Это реально дорого. Тут я уже просто не выдержала. Я ей написала. Я написала, а что же, говорю, вы, ну, в принципе, какая мы говорим, мелочитесь вроде. Что 25 килограмм? Ну, что это такое 25? Пишите сразу 50 килограмм. Это будет проще, для вас лучше. А что, говорю, 25 тысяч? Ой, господи. 2,5 рублей напишите, 25 тысяч это стоит. Говорю, что вы? Она промолчала. Ну, у меня был такой шок. Это вообще, это было что-то с чем-то. Мне на целый день прям, я не знаю, прям, как... Не знаю, в каком-то я ходила в таком рассудке, прям, блин, 25 килограмм. Думаю, это она, представляете, это она просчитывала. Я думаю, интересно, если 2500, думаю, порошок надо посмотреть, сколько стоит. Потом думаю, нафиг мне это надо смотреть, думаю, сколько он там стоит. Думаю, это она просчитала, что 25 килограмм порошка будет стоить 2500, что ли. Я думаю, блин, это вот пойдешь за порошком, представляете, отдашь 2500 на порошок. То есть, ну, это довольно большая сумма, 2500, согласитесь, это почти 3000 уже. То есть, на 2500 это может целую неделю жить, мне кажется. Если, конечно, не курить, там, не выпивать, там, ну, просто на продукты, да, потратить, это можно. А это за один раз просто взять, спустить, взять этот порошок. Еще добавок, тяжелый порошок этот тащить на себе, гробить здоровье, приносить, да, и забираешь, там, какие-то дряхлые, там, вещи. Какие-то уже, там, измученные, проще, там, знаете, 2500 купить, тогда уж новую вещь. Не знаю, честно говоря, я вот против вот этого. Я вот понимаю, допустим, сумка, да, стоит 1000 рублей, вы купили за 1000 рублей сумку. То есть, вы ее автоматически, значит, продаете за 500 рублей, ну, или за 300. Вот это я понимаю, это правильно. То есть, она бэушная, вы ее продаете на 50% дешевле. То есть, ну, я всегда делаю вот так, если я что-то продаю бэушное, то примерно где-то вот так. Ну, смысл, представляете, человек, допустим, знает, что эта сумка стоит 1000 рублей, а вы ее будете продавать за 900. Ну, ему проще добавить 100 рублей и пойти купить за 800. Что там, кто звонил, что ли? А, нет. Там, за 800, допустим, продаете, да. Опять же, человеку проще 200 рублей добавить и пойти купить новую. А когда уже за полцены, это уже нормально. То есть, ну, 500 рублей человеку добавлять уже, наверное, лень, ему проще пойти купить у вас за 500 рублей ее, эту сумку, и спокойненько ходить, если тем более она еще в хорошем состоянии, не сильно потрепанная. Ну, вот. Вот так вот. Было. Что-то еще хотела рассказать, но забыла уже, пока там про этих женщин рассказывала. Да, конечно, 25. 25 килограмм, вот, честно, я никак не ожидала. Я думала, что-нибудь попроще будет. Главное, порошка. Я еще, знаете, такая сижу, думаю, интересно. 25 килограмм порошка. Насколько лет ей хватит? Я думаю, это вот как надо стирать. Кстати, у меня же были летом постираться. Я забыла развесить. Надо сейчас пойти развесить, а то он сгниет у меня. То есть, ну, к примеру, смотрите, я покупаю 3 килограмма порошка. Где-то в районе 2,5-3 килограмма порошка персилы мне хватает на год. Даже бывает остается. Хотя я стираю довольно часто и добавляю такой стаканчик. Стаканчик у меня, кстати, синенький, из-под ваниша. Очень, кстати, удобный. Целый добавляю. Стираю часто. Но мне хватает. Допустим, 3 килограмма мне хватает на год, да. Это она может просто затариться конкретно. Это вот, не знаю, ей лет на 10 может хватить этого порошка. Не знаю. Ну, либо она стирает на дню по несколько раз. И стирает каждый день. И... Короче, кошмар. Нельзя так делать. Так точно нельзя делать. Чтобы человек еще и тащил тяжелые сумки, чтобы забрать... А, вот, вспомнила. Была мне недавно писала или девушка, или женщина, или бабушка, может быть. Я даже не знаю. Там нет фотографии. Нет возраста, не написано. Просто ими и все. Типа ей понравились там две сумочки у меня. Что-то еще понравилось там. Ну, короче, вещи мои понравились. Все-все-все. Попереписывались. А я живу там-то, там-то. Ой, а вы недалеко от меня живете. Ой-ой-ой-ой-ой. Я такая, думаю, познакомиться, что ли, хочет. Странно. Думаю, ну, ладно. Переписываю, переписываю. Потом она такая, хоп. Говорит, ой, вы знаете, а я вот не приехать-то не могу. У нее там нога сломана. Я думаю, ну вот, приехали. Думаю, я тут трачу свое время. Переписываюсь с человеком. А потом тебе, хоп. А у нее нога сломана приехать. А давайте, говорит, вы мне доставите домой все это. А я вам 500 рублей оплачу. Я такая, знаете, сижу, думаю, блин, по сути, она живет недалеко. Но от меня до нее транспорт никакой не ходит. То есть, чтобы мне доехать до нее на транспорте, мне надо несколько кварталов пройти до этого транспорта. Вот, как бы вроде бы недалеко, можно найти пешком. Но это надо идти. Если бы я была налегке, я подошла. А когда ты тащишь с собой вещи, при том, я не привыкла тащить вещи с собой куда-то. Там из магазина идешь, там еще возьмешь килограммчик того и понес. Как бы это легко. Думаю, это то есть тащить надо. Я устану. Нет, он в ночь не пойдет. На транспорте ехать. Ну, блин, у меня же еще ребенок. Он в садик, как раз он в садик у меня не ходил, он у меня болел дома сидел. И он, так, значит, я пойду с ребенком. На транспорте с ребенком и еще добавок с этими амбулами, с этими сумками, то, что она хочет забрать, да, это будет тяжело. Ну, залазить даже в транспорт, и ребенок, и тут вещи, мне будет тяжеловато. Так, думаю, значит, такси. Ну, короче, я посчитала. Такси у меня получается в ту сторону около 300 рублей. Ну, да, представляете, вот 500, да. То есть 300 рублей я оплачиваю за такси, чтобы туда доехать. 200 рублей у меня остается. Отношу. Еще 50 рублей на проезд обратно трачу. Ну, не 50, там чуть-чуть поменьше, чтобы не было считаться. Короче, и получается, что я за все эти вещи зарабатываю только 150 рублей. Плюс усталость сильная, плюс вымотанное ребенок, вымотанное я. И я подумала, блин, нахер мне это надо. Я проще пойду и вынесу на помойку. Мне помойка ближе. Я пойду и вынесу, допустим, в подъезд. В подъезде заберут люди. Мне проще так сделать. Или проще мне, допустим, выставить объявление, отдам бесплатно, и ко мне человек придет и сам заберет бесплатно. Чем я потащу куда-то, кому-то. 500 рублей, конечно, это мало. Если бы она написала полторы тысячи, например, я бы согласилась. Я бы все это отнесла. 500 там заплатила за проезд туда-сюда, а тысяча мне осталась. Ну, целая тысяча, представляете? Я бы согласилась, я бы отнесла. А так, нет. Я сказала, что сейчас у меня болеет ребенок, я не собираюсь никуда идти. Она типа, ну да, да, да. Ну, там вроде мне напишите. Я бы сама, конечно, с радостью, но, видите, я не могу. Да, ну, прекрасно. Я еще не думаю, свои вещи никуда не доставляла. Думаю, отдаешь вещи, и еще плюс ее доставляешь куда-то. А потом в итоге придешь, она посмотрит, ой, а что-то мне тут не нравится. Ой, а мне вот это не нравится. Что-то это потрепано сильно. Не, я такую брать не буду. Не, 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 не. Все, давайте, до свидания. Да, представляете? И уходишь домой, обратно своими вещами. Да, на помойке оставлю лучше. Вот, недавно был такой. Причем, знаете, самое интересное, когда я переписывалась с этой женщиной, вдруг она мне неожиданно говорит, что у нее сломана нога, и она приехать не может. И я вспоминаю, что я уже с кем-то болтала. Что у меня, похоже, ситуация уже была. Где меня, где тоже, скажешь, была женщина, сломала ногу, и хотела, чтобы я привезла все вещи ей сама домой. Вот, думаю, жила она недалеко, и я это все помню, что я уже, уже что-то подобное у меня было. Я начала искать, думаю, это женщина или нет. Нет, не это, начала искать, но я не нашла. Я думаю, может, это вещесон был какой-то. Нет, думаю, я тогда точно не поеду. Если это вещесон, думаю, ну нафиг. У меня бывают, кстати, снятся вещи сны, и потом они начинают сбываться неожиданно. И так, знаешь, замрешь. Так, вещесон. Так, что я хотела сделать? Вот это хотела сделать. Так, нет, я не буду это делать. Сейчас что-то произойдет. Так, блин, Наташа, что делать? Что делать? У меня однажды был вещесон. Я сидела, рисовала, раскрашивала кита. Да, у меня был включен компьютер, там была картинка этого китая, я оттуда срисовывала, раскрашивала. И хоп, короче, я вспоминаю вещи сон. И я вспоминаю, что у меня компьютер ломается при следующих моих действиях. То, что появляется синий экран, и типа все. И я такая, оп, нет. Я сижу, все, я сижу, нет. Нет, ты не сломаешься. Так, блин, что делать? То есть даже было вот такое. Вот я просто оставила этот рисунок в итоге. Просто назад-назад попятилась. И так, так-так-так, что мне придумать-то? Так, пойду это, пойду на кухню. Все, пойду на кухню. С кухней возвращаюсь, так заглядываю. Работает. То есть даже вот такое вот было. Вот мне очень такие ситуации иногда нравятся, иногда надоедают, честно. Потому что боишься, что же там должно быть такое, надо вспомнить же. Вовремя остановиться, то есть и вспомнить. Короче, у нас тема сегодня зашла вообще очень... Сколько? 27 минут, обалдеть. Молтушка наша зашла. Не, вот там, вы, наверное, слышали? Телефон лежит, он вибрирует периодически. Сейчас там начнут народ писать опять. А почему? А что вы не сказали сразу? А почему бронь? А это? Короче, так вот. А пишут или пишут мне. Можно забрать ваш дар? Знаете, это как корона какая-то звучит. А можно забрать ваш дар? Я думаю, блин, я не писала дар. Я написала отдам. Я не писала бесплатно. Я написала просто отдам. Я пишу, да, здравствуйте, да, можно. Думаю, сейчас напишет, типа это, подъеду тогда-то, тогда-то. Я пишу. Там, напишите адрес, я сейчас напишу. Да, конечно, подъезжайте там, я отдам за то-то, то-то. А сколько часа вы подъедете? И человек сказал, отдает за курицу. Юх, знаете, еще сидела и думала, что же мне написать? А думаю, напишу за курицу. Думаю, сейчас вот какой-нибудь, думаю, дебил, наверняка напишет. Да сама ты курица, да пошла ты. Нет, пока не написала. Мне даже, знаете, сейчас немножко стремновато. Но думаю, блин, я хочу мясо, я хочу курицу. Я устала уже ходить ее покупать постоянно. Тащить она тяжелая, думаю, это мне коляска стоила, считайте, мы покупали ее бэушную, эту коляску, за 4,5 тысячи рублей. То есть, и снова продать за 4 у меня не получилось. За 2 тысячи не получилось. За 1,5 опять не получается. Я думаю, ладно, надо за вкусняшку. Ну, что мне за коляску взять? Что мне взять за коляску? Мне не приходит больше ничего голого. Я хочу мясо. Я хочу курицу. Я хочу много курица. Много ножек куриных. Да, точно, кстати, можно было заказать куриные ляшки. Например, килограмма 2. Или 25. А, точно, 25 килограмм куриных ляшек. Только морозилки мне не хватит. Придется за 1 день все съесть, а то у меня морозилка битком вся. Ладно, не буду вас дальше забалтывать. Будем смотреть, что там как дальше будет. Что там будут писать. И потом я вам расскажу. Наверное, в следующий раз я расскажу уже, что у меня забрали, за какие вкусняшки. Я надеюсь, что это однажды произойдет. Потому что, честно говоря, у меня там коридор. Он просто завален. И меня это уже, честно говоря, начинает напрягать. Мне это уже начинает бесить, что это все здесь до сих пор лежит. Это 2 недели. 2 недели. То есть, предыдущие вещи я отдала очень быстро. Их быстро забрали. А тут не забирают никак. Короче, так. Все, давайте. Всем пока-пока. Большое спасибо, что меня выслушали. Что побыли эти 27 или сколько там уже, 30 минут вместе со мной. Огромнейшее спасибо. Надеюсь, что вы вместе со мной поболтали. Пишите там в комментариях. Ставьте лайкосики. Подписывайтесь. Что там еще? А, комментарии? Смотрите, да, другие ролики. И, кстати, там у меня в конце описание канала, что ли это называется, добавлено. Где еще наш канал есть? Там инстаграм, вконтакте, фейсбуке, тикток, лайк. Еще вот на там добавь лайки. Лайки. Такое есть. Интересно. Я еще думаю в твиттере и, наверное, телеграм-канале. Телеграм там тоже что-то делается. Там, по-моему, по номеру телефона. Даже не знаю, стоит, не стоит пока. Твиттер там вообще что-то заходила, смотрела. Отзывы, что там пишут о нем. Там вообще что-то плохие все отзывы. Какая-то фигня. Не знаю, стоит. Подумаю. Напишите в комментариях, где вам меня лучше смотреть. Вконтакте можете что-то мне написать, сообщение какое-нибудь там. Типа, ты супер, ты молодец. Тра-та-та. Все. Всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok